Перед началом отпускного периода сотрудники этнокультурного центра решили провести литературное путешествие с Татьяной Окладниковой. Авторский вечер, на котором гости смогли не только услышать путевые очерки из уст автора, но и узнать какие-то интересные истории, связанные с поездками публициста. Тему продолжит Елизавета Кабанова. Публицистическая деятельность Татьяны Окладниковой началась более 15 лет назад. Тогда она побывала в одном из самых живописных мест необъятной России. Очень любопытно. Я впервые съездила, ну это где-то вот в 2005 году, поехала на Байкал. Когда я приехала на Байкал, а, Лев Николаевич Толстой как-то сказал, можете не писать, не пишите. Я следовала его заветам. Но посетив Байкал, я была настолько переполнена эмоциями, что я написала очерк о посещении Байкала и отнесла, скромно отнесла нашу газету «Нарьяна Вендер». С того момента Татьяна Окладникова всегда ездит в свои путешествия с блокнотом, чтобы записывать свои чувства, наблюдения и мысли, которые появляются во время её поездок. Как заметила одна моя знакомая, специалист в этой области, профессиональный журналист, у тебя путевые очерки с таким оттенком социальности. Потому что я не только пишу о том, что вижу, наверное, скорее всего о том, что чувствую и наблюдая за жизнью, которая протекает вокруг моих путешествий. Татьяна Окладникова путешествует по историческим местам России. Бывает в тех городах, где когда-то создавали свои творения великие поэты и писатели. По местам, где ходили персонажи из художественных произведений. Так получается, что я очень много езжу по Подмосковью. Вот дворянские гнёзда Подмосковья. Это своеобразный такой культурный пласт в истории нашей страны. И получается, что, приехав в Москву, можно очень быстро купить небольшую путёвку, 2-3 дня по Подмосковью. Это Тула, конечно, Толстой, Тургенев, Орёл, его называют литературной столицей нашей Родины. В литературном объединении Заполярья состоит порядка 50 талантливых авторов. Этнокультурный центр старается проводить авторские вечера для каждого. Обычно это приурочено либо к юбилею автора, либо к публикации новой книги. Но для Татьяны Окладниковой сделали исключение. У Татьяны Павловны Окладниковой давно не было таких вечеров. Человек она очень тоже занятой. Но вот сейчас вот она любезно согласилась рассказать нам в период перед тем, как люди выбирают свои, может быть, направления для путешествия в летнее время. Она расскажет нам о замечательных литературах в местах России. И, может быть, для кого-то это будет просто познавательно, а для кого-то это будет стимул, чтобы совершить подобное путешествие. Благодаря путевым очеркам Татьяны Окладниковой люди переносятся в места, в которых они или никогда не были, или наоборот оживляют свои старые воспоминания о путешествиях. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал Север.